здравствуйте с вами интернет канал максимации и мы продолжаем играть в gta 5 winter edition и это последняя серия первого сезона следующий сезон будет через несколько дней наверное в общем чему будем сегодня делать мы на мартин мадрасса прислали сообщение наконец получил деньги дом скоро будет как новый приятно что ты сдержался у слова да еще бы неприятно нам назначил встречу дэйв нортон здравствуйте можно заказать такси конечно машина скоро подъедет благодарю о обсерватории галилео что было быстрее мы поим на такси фрб поехали туда да зимой очень красиво кстати смотрится слушайте трейси вообще обиделась может позвоним и не знаю понятно пока нельзя но после простыми просто миссии где мы сорвали и кастинг можно и позвонить и извиниться но извинение она не примет ну ладно пофигу дэйв привет как она примерно так как можно было ждать но обстоятельства скверны не понимаю тебя я знаю что ты замешан деле с драгоценностями дэйв да у тебя галлюцинации fuck you да ладно это я сделал арестую меня этим ты спасешь мне жизнь потому что она наверное скоро закончится почему сам знаешь а тревор пару дней назад вы вообще ни о чем не говорили но если он начнет нет когда он расспрашивает почему-то трубки грызут червяк к югу от канадской границы короче у нас проблемы да ну не может быть мы вляпались вместе так что если твои проблемы это и мои проблемы значит мои проблемы и твои проблемы тоже нет а если я потеряю работу кто зайдет мой офис и начнет читать мои файлы они узнают чем я занимался я могу договориться и получить пять лет но ты иди в жопу ты сволочь неблагодарная бля это благодаря мне ты сделал себе карьеру ну значит нам надо вместе спасать ее нельзя допустить чтобы все рухнуло к чертям что тебе нужно есть один парень фердинанд каримов управление говорит что он умер мы в бюро считаем что это все ложь нам кажется что его где-то допрашивают и что похоже у него есть сведения которые вывезут его из игры и мое начальство эти дебилы из управления блокировали офис коннера нам нужно чтобы ты индифицировал труп и как же я попаду туда но тебе уже приходилось один раз играть роджи мурика майк ты всегда мне нравился как проснешься позвони мне не я скажу что делать это больно вот так конечно что у нас здесь джон доу белый избыточный вес под 50 скорее всего инфаркт ну давай глянем жировые отложения на бедрах и животе любил кровавый бургер есть шанс найди парочку в желудке не разве вместе с бутылочкой скотчей пачкой видишь лопнувшие капилляры на носу алкоголик даже боюсь представить в каком состоянии печень ты думаешь ему за 40 выпивка преображает людей я восстал из мертвых слышите меня выйти с поднятыми руками выйти с поднятыми руками может другой комнате не с места выходите но ну хоть пистолет есть к хоть какое-то только оружие нормального того у нас вообще нету я к этот не похож это женщина по моему вообще похоже не стоит судить именно по бирке я нашел биргу с ивеном с именем фердинанда керемова она была на трупе толстой негритянки но это точно не ваш парень хорошо управление закрыло нижние этажи во избежание утечки информации есть человек который может вырубить электричество чтобы прикрыть твой отход но тебе придется подняться по лестнице можно использовать спецспособность майкла замедлять время в перестрелках она очень сильно помогает я восстал из мертвых уже два раза не упустите его он слишком много видел блин перезаряжаешь долго не знаю что тут происходит но я хочу свалить отсюда интересно почему они в нас стреляют лучше бы отпустили это недоразумение вот это выход из здания вот здесь находится ну блин он заперт а все а а а а все а а а все это люди из управления судя по всему а ай 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 или целый р как можно называть дверь проклятая а а а а а и а что запрета это точно люди из управления кто же еще это может быть если не они а ей отпустили бы вы бы вы лучше бы меня да что вы говорите ради общего блага меня убить надо да ух оружие наконец-то мы вернули правда у нас и так было немного а это а Так, наконец-то путь свободен. А, опять три звезды. Интересно, а за что? За нападение на правительственных агентов, так они сами напали на меня. За что, я не знаю. Блин, ну выходите в автомастерскую заехать, можно. Давайте метку поставим. Надеюсь, полиция туда не доедет. Фух, я уже задолбался, наконец-то. Эй, Майк. Франк, нам нужно поговорить срочно. Встретите меня за городом у старых нефтяных вышек. Эльбуро Хайтс. Проследи, чтобы хвоста не было. Похоже, дело серьезное. Ладно, я еду. Дэйв, это ты вообще, что за хрень была? Ты знаешь, сколько этих ублюдков было в здании? Ой, извини. Они не очень хорошие люди, если тебя утешит, это... Что тут происходит? Какое-то большое дело. Что-то связанное с теневым бизнесом. Что такое, что не решается стандартными алгоритмами? Те, кто смогут получить контроль бюро или управление, получат огромную прибавку к финансированию. А я тут каким боком... Я выхожу из игры, Дэйв. Не, не, ты должен встретиться с моим боссом. Мы будем в центре на площади между зданиями и фрвею управления. Здание и управление? Ты что, с дуба рукнул? После той стычки, что у меня была с этими агентами. Успокойся, там нас не будут искать. Они не ожидают от нас такой наглости. Надо встретиться с его боссом. Его босс это Стив Хейнс, если я не ошибаюсь. Стив Хейнс, конечно. Надо посмотреть, что у него за шоу. И посмотреть его. Первые серии второго сезона это мы и сделаем, кстати. Эй, Франк, что происходит? Тебя надо сваливать из города. Да мне некуда подаваться-то. Ну тогда отправляйся в путешествие. Долгое путешествие. Чё за хрень? Кое-что произошло. Помнишь, я тебе рассказывал? Про федерала. Что, не позаботишься обо мне, когда я отошёл от дел? Ты отошёл. Да, ну то есть, я так думал. Господи, Франк. Не столько легенд в голове, что я запутался уже. Погряз дерьмо. Но при этом дал мне возможность срубить бабла. На одном деле. Я заработал больше, чем за всю жизнь. Да, я великий вор. Но знаешь, тут дело совсем другое. Так в чём же? Что за тема с чем человеком? Этот мудак. Ну он нормальный парень. Мы давным-давно с ним заключили сделку. Но всё пошло не так, как задумывалось. Погиб не тот человек. И мне пришлось воспользоваться неформальной программой защиты свидетелей. Он помогал мне. Я не раскрывал его секреты, и всё было круто. Проблемы начались недавно, когда я вернулся к делам. Он появился. Начал просить об услугах. Поручать мне разные дела. Ну то есть, Франклин. В общем, я работаю на долбанных федералах. О, боже мой. Ну да. Но это ещё не самое страшное. Я тебе про Тревора рассказывал? Кажется, да. Если тебе так кажется, то я вроде бы давно рассказывал. В общем, он... Дьявол воплотит. Ну так давай и отправим его в присподнюю. Ну да, ну да, удачи. У нас с Тревором давнишние очень сложные отношения. Послушай. В жизни я натворил много чего, чего сейчас стыжусь. Я никогда не называл себя святым. Но когда ты познакомишься с Тревором, то поймёшь, что я ангел. Так что будем делать? Не знаю. Чёрт. Попробую сыграть сразу за обе команды. По крайней мере, до тех пор, пока не придумаю, что с этим делать. Слушай, кореш, ты мне помогал. Я так понимаю, что сейчас должен вернуть должок. Франклин, это смертный приговор. Братан, давай оставим всю эту фигню. Если Берро тащит тебя в суд, это просто развод. Я не позволю какому-то мудаку загнать тебя в долбанный угол. Пошёл вон нафиг. Франклин, ты молочен? Я перед тобой в долгу. Ну а я ж Супер Вор. Я найду для тебя дело. Что-нибудь грандиозное. Но сейчас тебе пора. Ладно, я понял. Я с тобой. Фух, я вот, кстати, помню, в первом прохождении у Франклина... Франклину должно достаться задание. Давайте переключимся на него и убедимся, что это так. Наверное, надо подождать, пока Лестер пришлёт сообщение. Ладно, давайте подождём. А пока что... Чик-чик. О! Никаких чик-чик не надо делать. Он прислал только что сообщение, когда я это вспомнил. Есть приложение. Жду на Пирсе Дель Перо. Вот это вот задание, которое от Лестера сейчас будет, я должен... Я в первом прохождении его выполнил самым первым в этой серии. Я что-то совсем забыл об этом и... Ну ладно, неважно. В другом порядке немножко заданий прошли. Чё тут такого? Ладно. Сейчас мы доедем до Лестера. Чик-чик какой. Ну и в чём дело? Садись и смотри прямо. У меня мало времени. Я знаю, тебе нужный день. Майк говорил тебе о Лайф Инвейдер. Чёрт. Так это ваша работа? Смотри вперёд. Мы незнакомые, просто болтай. Не делай вид, что тебе нравится Джей Норрис. О, я даже не знаю. Этот парень не использовал детский труд. Похищал и продавал личную информацию. Кроме того, он воровал идею своих друзей. При этом строил из себя местью, но... Я не думаю, что этот чувак заслужил, чтобы его башку разнесли в прямом эфире. Ну так вот, ты принадлежишь такому миру. Неудивительно, что ты в дерьме. Если даже наёмный бандит хочет, скорбит, когда ему предлагают работу. Слушай, кореш, мне нравится разносить голову всяким придуркам. Но я не считаю это добрым делом. А почему бы и нет? Это ведь даже не головы придурков, это головы мудаков. И не только головы, ещё надо бить машины. Подделываем улики. Словом, делаем всё, чтобы испортить жизнь, типа скотам. Знаешь, мы изменим рынок под себя, а заодно исправим парочку идей. Ладно, идёт. Ты слышала, Моллис? Ещё бы. Так вот, есть новый Моллис, Супер Моллис. Они называются Преополз, потому что у них есть только Брэд. Ой, это СМЭ. Ему плевать на то, что таблетки для эрекции доводят до инфаркта отчащихся мужиков среднего возраста, по всему. Блин, это гнуско. Ей не говори. Он в Стом Лаунии проживает в отеле Фон Крэнсберг. Конечно, его там хорошо охраняют, но если он исчезнет, Америка снова перейдёт на Моллис. Биржевая цена сильно подскочит. Вот чёрт. Ладно, я понял. Я знал, что ты поймёшь. Советую тебе взять снайперскую винтовку и бомбу-липучки. Но на своё усмотрение. Сделай как хочешь. Я позабочусь об инвестициях. Теперь двигай, а я пока здесь посижу. Короче, убить какого-то чувака там, который что-то там к Моллис связан. Если он исчезнет, то снова перейдёт акция на Моллис. И видим, нам надо от него избавиться. И чтобы всё было гораздо круче, короче говоря. Я не совсем понял, что там Лестер имел в виду совсем этим. Но, впрочем, неважно. Просто возьмём и убьём этого чувака. Так, притормозим здесь. В отель прибыли охранники, чтобы вывести цель. Она скоро выйдет. Какое у нас оружие есть? Блин, снайперскую лучше, конечно, было взять. Ну, неважно. Можно было бы снайперскую взять. Надо только узнать, как цель выйдет. Так. Да, конечно, надо подождать минуту. Но вы ждать её не будете. Я это перемотаю. Чик-чик. Так, сейчас выйдет. Валим отсюда. Быстро валим отсюда. Здесь стрелок. В укрытии. Я вижу его. Нифига босс не ранен. Он убит. Так, сваливаем отсюда. Пока нас никто не увидел. Фух. Выполнено задание. И от полиции даже не пришлось скрываться. Как в первом прохождении приходилось это делать. Готово. А знаю, отлично. Ну и ещё, если что-то появится, да и знаю. Обязательно. Но сначала я должен тебе кое-что сказать. Наш инвестиционный портфель понемногу набрал вес, и я подумал, что нам нужны материальные активы и недвижимости, поэтому мы купили дом в Вайнбудхилл. Ну ладно, ты в этом лучше разбираешься. И для минимизации налоговых клубов нужно, чтобы там кто-то жил. Парни уже перетаскивали туда твое добро. Нифига себе. То есть, не нужно будет жить уже стюдно. Блин, я же не знаю, что сказать. Ничего не говори, особенно если придёт человек в костюме. А, ладно. Я шучу такого, скорее всего, не было. Он твой. Пользуйся на здоровье. Вот Мяут Драйв. 78. Точные адресы забыл. Франклин переехал в новый дом. Теперь можно там сохранять игру и переодеваться. Отлично. Давайте сразу и поедем туда. Почему я взял этот фургон? Потому что он стоял в гараже у Станнерового убежища. И после того, как мы выполнили эту миссию, это убежище же больше не доступно. Люди Франклина. И гараж не откроется. Машина, короче, пропадёт, так сказать, внутри. Поэтому я решил забрать её и увезти в новый дом. Новый дом великолепный. Это я сразу узнаю. Но мы туда приедем и осмотрим его внимательно. Вот. Новый дом. Мы уже приехали. Это новый дом Франклина. Здесь можно сохранить транспортные средства, паркуя их в гараже. Да, гараж тут большой. Можно и две машины при желании поместить. Берём оружие. Пока что. Хо-хо. Теперь-то богат хорошо тут заживёт. Франклин богатенько теперь будет жить. Давайте за новый дом выпьем чуть-чуть. Так, давайте ещё осмотрим, что тут есть. Ещё есть телевизор, который можно включить и посмотреть изнанку рая, например. Или чё-нибудь ещё. Там пошлых мультиков слишком много. Так, здесь запертая дверь. Здесь у нас что? Спальня. Там, наверное, ванна какая-нибудь или кладовая. Здесь можно поспать. Этот джакузи какой-то непонятный вообще. Здесь можно переодеваться. Здесь огромный бассейн и джакузи. Ещё одна куча дерьма на моей земле. Ага, чё про тебя видеть, дружище. Ладно, тут есть ещё несколько дверей, которые заперты и фиг знает куда ведут. Вот одна дверь, вот вторая дверь. Непонятно, куда они ведут. Ладно, у нас ещё сегодня... На сегодня у меня ещё запланирована ещё одна миссия за Майкла. Ну, а перед тем, как мы её начнём, мы прервёмся на рекламу. Канал Чего хочу, то я врачу. Это канал двух моих друзей. Пацаны снимают различные видео про свою жизнь. Что тут у нас вообще есть? Два дурака, кусок курицы. На что готов мужик, учим видео кидать спиннинг. В общем, Новосибирский аквапарк. В общем, пацаны снимают о том, как они живут. И видео у них довольно интересные. Подписывайтесь обязательно. Это снова интернет-канал Максимадзе. И мы продолжаем. GTA 5. Приключаемся на Майкла. Майкл какого-то фига зимой в Майке. Надо домой к Майклу вернуться, вызвать такси, наверное. От кого там сообщение. А, это во время миссии то еще было. Можно высадить такси? Не вопрос. Такси подъедет через пару минут. Надеюсь, что пару игровых минут, а не реальных. Дайв Норд. Не нервничай. Наверное, ты сейчас злишься из-за того, что я попросил тебя об той услуге. Не хотел тебя втягивать, но... В том, проблема. Мой босс решил раскопать старые дела. Я знаю, у нас был уговор. Но мы заключаем новое соглашение. Мне жаль, что так вышло. Но ты сам нарушил уговор, когда взялся со старой. Я предупреждал, что так делать не нужно. Но ты пропустил мне, слава моему ушей. Ты старый друг моей конторы. Я делал все, чтобы тебя защитить, чтобы играть по правилам. Не знаю, кто вы. И о чем вы говорите, это спам? Да, Майкл, конечно, недоволен, что ему опять на ФРБ работать нужно будет. Во втором сезоне мы начнем это делать. Познакомимся с некоторыми новыми персонажами, которые очень важны в сюжете. Ну, пока что давайте зайдем в дом Майкла. Ты что, совсем охренел курить в моем доме? Знаешь, когда объелся твой долбанутый друг, ты стал еще большим козлом. О, да, спасибо. Ты не представляешь, как много для меня твоя поддержка значит. Я тебя долго поддерживал. Все бросил, приехал сюда. Но этот спятящий ублюдок тебя все равно нашел. Я разберусь с ним. И как же? Не знаю пока. А знаешь что, пусть он держится подальше от меня и моих детей. И твоя тупая рожа тоже. Кто-то сказал йога? Нет, она сказала. Мудила похотливый. Пабия. Привет. Намасте, Аманда. Ты готова к занятию? Да, конечно. Она очень сосредоточена. Ну а видишь, с кем мне жить приходится. С этим злобный гориллой и его чокотыми друзьями. Конечно, я внести себя. Эй, вы двое. Прошу. Намасте. Поснимаемся? Майкл, присоединяйся к нам. Не, не надо. Йога помогает всем. Давай, Майкл, смелее. Пап, если ты сделаешь меня таким же счастливым и безмятежным, как моя жена, то это будет офигенно. У каждого из нас свой путь, Майкл. Да, я разве против? Но почему она прет, как будто она мне не жена? Может, чтобы защищаться от ее враждебности, Майкл? А теперь здесь нас ждет солнце. Анус. Давай соединим анус с землей. Да, каждое занятие начинается... Стада. Стада саны. Да. Или позы горы. Ладно. Ан... Ан... Дэ... Друха. Рот, Янус, на одной линии. Покажи имам анда. Ан... Дэ. Друха. Великолепно. Теперь ты, Майкл. О, щит. Даже не знаю. Блин, я ненавижу это испытание. Давай вдох и выдох. Малыш, выдыхай. Так, теперь замри. Выдох. Через нос и через рот. Выдыхай. Так, вот так. Незгибаемый, как реакция твоей юности. Вдох. Выдох. Выдох. Кажется, у него получается. Ну, этого достаточно, да? Перейдем к более сложному упражнению. Знаете, иногда после этой позы я плачу несколько часов подряд. Чувствуешь, как эмоции бурлят? Не сдерживай их. Присоединяйся, Майкл. Я чувствую себя, как будто из моего рта поток говна идет. Дыши. И выдох. Так, теперь вот так. Только глупец забывает про дыхание. Выдох. Теперь вот так. Потом покажешь, стричь, сделаешь какой-то гибкий. Да пошла ты нахрен. Заладила ты уже с этим. Злоупамятная ты очень. Теперь вспомни всех стрипти... О, заткнись, пожалуйста. Злоупамятная ты очень. Даже я вроде бы забыл уже про тренера по пенису. Ну ладно, по теннису. Вот так-то лучше. А, я начинаю ощущать некоторые эмоции. Запомните, дети. Бояться неизвестности не нужно. Известность... Неизвестность это мы. Покажи нам, Аманда. Мне кажется, Майкл к этому точно не готов. А, ну кто знает. Доска. 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 Чатур. Почувствуй поток. Во мне все течет. Ну, Майк. Ты не мог бы повторить? Твоя сущность очень слаба, Майкл. Так, легкие работают. Дыхание самая важная часть. Я в курсе. Выдох. Так, дышим. Выдох. Еще раз. Дышим. Выдох. Еще раз. А, все у меня нормально. И еще раз. Дышать. Выдыхать. И выдыхать. И еще раз. Дышать. И выдыхать. Можешь поблагодарить нас теперь за то, что мы спасли тебя от нервов? Сегодня ты проделал немалый путь, Майкл. Да, позже ты будешь едать, как дитя. А, типа того. У него чакры, как по Майклу, блин. Не трать на него время. Ну-ка, покажем мне собаку мордой вниз. Рад, что помог тебе справиться с импотенцией, Майкл. Что ты сказал? Твоя сексуальная энергия слишком долго была зажата. Ну-ка, подайся назад. Вот так. Вот так. О, прекрасно. Эй, эй, эй. А ну, хватит. Йога это ответ, Майкл. Но знаешь ли тебе вопрос? Почему я такой кретин, да? Мы уходим. Навсегда. Отлично. Оставайся один, ничтожество, ты. Ну и пошла ты нахрен. Вместе с этим косячим спот француза. Сраным йогом. Джимми. Джеймс. Оставь меня в покое. Иди в жопу. Неплохой телик. За него я заплатил, да? Ну да, предыдущий ты же разбил. Не так ли? Давай-ка, вылазь. Седем, проветримся. Мне нужно с руками сесть. Ну, значит, познакомишь меня с ним. Я хочу вылезти из дома. Один не пойду. Ну, давай. Серьезно, что это за фигня, а? Угрожать насилием своим сетевым друзьям. Вот это та фигня. Они не друзья. Но они единственные, с кем ты вроде бы болтаешь. И где ж твой друг? В Бургершоде. В самом ближайшем, да? Да. Ну, как бургерное потусить тоже неплохо. Каждый день в столовку мы ходили. Коктейли, картоху брали, все такое. Ой, меня еще спрыгают, наверное. Я с тобой общий язык хочу найти. Нет, ты не хочешь поностальгировать? Только я тут ни при чем. Ты зануда просто. Сказал, пуклый, прилипший к дивану курок с джойстиком в руках. Ладно, ладно, не важно. Я ненавижу тебя. Да, по-моему, вы меня все ненавидите тут. Трейси, Аманда. Да и ты тоже, мне кажется. Так, ну и что же это за друг? Йоу, здорово, брателло. Ну и как оно? Ты чего? Товар будешь плодить? А это что за страх? А, это мой отец. А, мистер де Санта. Ты стала быть тот парень, который подгоняет наркотики Джиму, да? Джимми, твой батя прикольный. Давай заканчивай, поехали уже отсюда. Это о чем мы говорили, да? О, да, 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 сейчас. Что за фигня, Джимми? Минутку, минутку, сейчас. Ну ладно, до скорого. Поосторожней садим. Ну, поехали. Как это называется теперь, а? Так, ну и что теперь? Просто домой поедем. Так, выпить не хочешь? Я за рулем, в общем. А, ну да, ты же по полосе и даже не смотришь куда. Какому пешеходу дорогу уступить? Ладно, дай попробовать. О, ладно, твоя очередь. Ну, давай, когда-то дома вернемся. Ой, что-то меня повело немного. Ты в порядке? Ну, это ненормально. Да успокойся. Паранойя. Не паранойя, это вполне оправданная озабоченность. Видел я, облудил бы ты сейчас с тебя. Успокойся и езжай домой. Ой. Я лица своего не вижу. Нет, я останавливаюсь. Что за фигню ты дал мне? Это не опасно, ветеринар давно испустили средства. Ты меня транквилизатором накачал, засранец. Я защищаю себя от тебя. Да, я снял денег с твоего банковского счета и теперь уезжаю. Ты шизанутый, папа. Прощай. Навсегда. Вот гад, а, Джимми. Подставил меня. Так, сны. Майклу снится уже начали. Спасибо. Гад, а без проблем. Продолжение следует... 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 И потом даже спасли ее от полицейских Команду Не надо было этого делать Вообще неблагодарна Она была после этого Ну круто Фрэнк Я боялся что ты на другой стороне На какой еще другой стороне Ну знаешь в команде папы Но ты играешь за Джей Дис И это супер Не знаю что за фигню вы там выдумывали Меня в это не втягивайте Тебе повезло что у тебя отец есть Только не ссорься с ними за всех фигней Позвони ему и так далее Теперь Тревор Дядя Ти Поросеночек как дела Честно говоря Фигово Я хочу нового папу Если бы я мог бы выменить твоего отца Это было бы непросто Если есть охотничье ружье За метров хватит Я шучу 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 Ладно На самом то деле Об этом думаешь Давай потолкуем Раз ты так думаешь об этом Ну и Этот йог еще показал Непристойную позу В йоге И Майкл это разозлил Он хотел ударить Ну и В принципе это может и правильно А Аманду это мол разозлила Что я хотел ударить ее любовника Во Вот это я вообще понимаю Наглость Ладно в общем Третий Ой этот первый сезон На этом мы закончим Всем спасибо за просмотр С вас лайк Подписывайтесь на мой второй канал И на группу вконтакте Всем пока Довольно долгое серия получилось Субтитры сделал DimaTorzok